Давайте попробуем понять Бобченко и украинцев, а не сразу же их осуждать. Мартин Авак. Актуальнее.ЦЗА. Чехия. 4 июня 2018 года. Трудно понять, что происходит в кулуарах спецслужб. Но почему мы должны считать смелого российского журналиста недостойным доверия? Многие коллеги-журналисты раскритиковали Украину за фейковую новость, когда она временно отправила на тот свет российского журналиста Аркадия Бобченко. По их мнению, Киев подыграл Москве в ее дезинформационной стратегии, согласно которой верить никому нельзя, и за каждой так называемой правдой скрывается чей-то интерес. Якобы дни Бобченко как журналиста сочтены, потому что он позволил впутать себя в игры спецслужб. Меня поразила скорость и радикальность суждений. Ни одно из вышеописанных мнений я не разделяю. Во-первых, нельзя забывать, кто такой Аркадий Бобченко. Он является журналистом, критически настроенным в отношении режима, которому ничего не стоит указать на кого-то пальцем и убить его. В этой стране у журналистов проблемы посерьезнее, чем допросы в полиции, слежка или прослушивание. Чтобы выступить против режима, нужна огромная личная смелость и готовность к риску, что твоя семья может пострадать. Такое трудно себе представить, когда живешь в Чешской республике, а не в России, Венесуэле, Иране и других подобных странах. Журналисты пишут там, как хотят, но знают, что до них уже кто-то очень дорого поплатился за это. Нет причин не верить словам Бобченко о том, что его жизнь была в опасности, и что информация об угрозах была достоверной. Ведь он не глупый человек, которого легко обмануть. Лично с ним я не знаком, но, судя по его статьям и позиции, он чрезвычайно умный, опытный и смелый журналист. В общем, ситуация на Украине полностью отличается от нашего положения в Европейском Союзе и НАТО. Поэтому и методы иногда должны быть другими. Бобченко не глуп, и точно так же не глупы и не наивны руководители СБУ. Наоборот, если кто и знает все штучки и маскировочные трюки российских спецслужб, так это украинцы. Им все известно из первых рук. Они испытали это на собственной шкуре, в отличие от чехов, немцев или британцев. Нам неизвестно точно, зачем инсценировку довели до такой крайности, как заявление о смерти человека, который жив. Возможно, мы никогда этого уже не узнаем. Украинский президент, это вам не Милош Зиман, который разглашает строго секретную информацию на площадях во время встреч с избирателями и в телеинтервью с лояльным ведущим. Но можем ли мы уверенно приравнивать друг к другу две стороны, раз они продуцируют вымышленные новости и манипулируют? Нет, они не равны и не могут быть равны. Украина ведь не оккупирует часть российской территории, не навязывает насилием смену российской политики. Майдан в 2013 году начался потому, что Путин не хотел, чтобы Украина подписывала СССР договор, и не убивает критиков своего руководства. Люди на Украине могут спокойно критиковать Порошенко, именно так они и поступают. В России же открыто критиковать Путина, в том числе в социальных сетях, не так просто, и последствия этого не заставляют себя ждать. Три года назад я заговорил в киевском метро со случайным попутчиком, бывшим архитектором, который долгое время работал в России. Ему не нравилось происходящее на Украине, и он без оптимизма оценивал ее будущее. Однако он упомянул о том, что в его глазах выгодно отличает Украину от России. Нам не приходится просыпаться от страха, что ночью к нам в дверь постучится СБУ и увезет нас в тюрьму только за наши убеждения. А россиянам приходится.